что всем привет сегодня новое видео я хочу вместе с вами собраться мы сейчас в отеле на таком мини отдыхе скажу вам образы которые я хочу сделать себе к новому году вероятнее всего прически укладку я знаю что девочки такие видео любят поэтому вместе с вами буду сейчас собирать волосы я уже помыла использовала бальзам блин это такая какая-то своя магия когда ты находишься в отеле в ванной я обожаю всю эту тему не знаю как вы баночки разных отелях разные фирмы шампуни кремов для тела разные запахи интерьер короче всего это кайфую так начну сушки волос конечно же у меня сейчас новые приборы для сушки фен и укладку я буду делать гофрированной плойкой про которую меня часто спрашиваете вы в инстаграме про укладку которую я люблю делать и волнообразные локоны офигенные и потом на эту укладку сделаем прически фен белиссимо из серии май про это новые технологии в которых используются керамические покрытия которые дополнительно ионизируются при нагреве не дают волосам перегреваться это очень важно при сушке именно вот такая красивая насадка специальная здесь просто офигенная технология настройки мощности и степени нагрева вот такие кнопочки они регулируют видите 123 проматываем как знаете на чемодане блокировка кодовый замок включаем фен и регулируем мощность фен из линейки май про продуман идеально во всех моментах он защищает волосы не дает перегреваться благодаря очень удобным настройкам потока воздуха и диффузор с керамическими элементами волосы я досушил и вы можете видеть что они не это порчится так вот сухими кусками в разные стороны они блестят хотя я еще не управляла не укладывала ничего не делала но мы переходим с вами к самому интересному моменту к укладке и у меня для этого вот такой стайлер называется он my pro beach waves здесь я просто офигела когда у меня появился здесь фишка в том что есть такой чехол и можно поменять насадку можно сделать вот такие супер глубокие локоны потому что есть большая насадка можно ее вот так зажать перевернуть и будут более такие маленькие локоны аккуратные это просто офигенно и надеть обратно чехол окно что я включаю здесь три температуры 160 180 и 200 градусов можно выбрать под свой тип волоса под плотность волоса и да давайте сначала пробуем с вами такие вот мелкие кудряшки менее ярко выражены и делаем с вами такую мелкую прядку и не ярко выражены локоны вот получается вот такая довольно таки мягкая волна очень красивая но если мы с вами перевернём и сделаем более крупные давайте пробовать я поставил более такую глубокую насадку и делаем крупные локоны по всей голове. Еще очень важная фишка попробовать попасть, точнее не попробовать, а постараться попасть в волну в предыдущую, чтобы не было лишних заломов. Где последний завиток есть, в него же мы попадаем верхней частью. Ну что, вот что у меня получилось. Волосы просто в шесть раз больше. Это королевская капна волос. Мне нравится то, что это хорошая база под прическу. Мы сейчас с вами сделаем 2-3 варианта, которые мне нравятся очень сильно. Они простые, элементарные, не классические прически, как мы привыкли, там свадебные, такие вечерние всякие. Просто добавить немножечко игривости волосам, но вы видите, что с такими локонами, кстати говоря, косичками, похоже, не сделать. Все равно будет так смотреться. Вот именно вот этой тройной гофре-плойкой самое получается то. Волосы вот такие полнообразные, очень блестящие, очень красивые. Можно и так оставить, можно собрать какой-то хвост большой или пучок, и волос кажется просто огромное количество. Мне нужно еще только переодеться сделать быстренько макияж. Мы готовы делать вместе с вами прическу. Делаем 2-3 варианта, они очень простые и с такими локонами смотрятся прям вообще идеально. В общем, нам нужно сделать пробор чуть-чуть сбоку. С этой стороны выделяем всю зону челки с длинными прядками. У меня челка короткая, я подхватываю еще длинные пряди. И фишка это взять толстую прядь и более тоненькой вокруг вот так вот ее обернуть. То есть мы делаем не косичку, а вот так вот оборачиваем прядь более тоненькой. Я такую прическу увидела у куколок брат. Чур не смеяться. Здесь немножечко вытягиваю прядь, чтобы был объем. Также можно добавить еще декор для волос, разные колечки, красивые подвесочки. Просто вот на эту тоненькую прядочку их нацепить крючком. И когда вы будете оборачивать, у вас здесь будет оставаться еще, допустим, кольца, как вариант. Это очень красиво смотрится. Разные бусинки, можно стразники подцепить. Вообще, что хотите. По сути, это даже не особо прическа, конечно, в глобальном смысле, а просто мы добавили интересную деталь, небольшой акцент у лица, укладки смотрятся уже интереснее. Но я просто с этими локонами какой-то огромный лев. Так, все разравниваем и делаем второй вариант. Для этого от уголков ушей до середины макушки, по сути, по височным линиям я выделяю волосы. Эта прическа у меня просто находится где-то в сердечке, потому что она, во-первых, модная, потому что она из 80-х, 90-х. Тогда такие прически были популярны с такими еще массивными резинками. Кстати, если вы настолько рискованно, то можете добавить еще яркий аксессуар, какую-то заколку или резинку. Сверху на этот хвостик будет вообще топово. Соответственно, надеваем либо какое-то яркое платье в порядках, либо базовое, и образ уже будет готов. У меня серьги тоже трендовые, такие круглые кольца. Выпускаем пару прядок у лица, и за счет того, что волосы объемные, вот эта волна, я не могу налюбоваться, это просто идеально. Делается все в два щелчка, просто маленький хвостик сверху, да, маленько по сути высокое. Прядки у лица, которые можно либо оставить прямыми, в принципе, либо тоже сделать гофре. Я надеюсь, это видео вам понравилось, я вас зарядила хорошим настроением, такой предпраздничной атмосферой. Если вы захотите тоже собираться делать укладку, как у меня, я вам оставлю ссылки в описании на стайлер, который я сегодня использовала. Можете себя порадовать как раз-таки к Новому году, приобретением новых приборов и, соответственно, уже наведением красоты. Желаю вам хорошего настроения, с вами была Анастасия Була со своей копной волос. Всем пока!